Николая Зайцева задержали 14 апреля 2023 года. Все это время чиновник находился под стражей. По версии обвинения Зайцев, вместе с другим замом главы администрации Ивановского района Андреем Клюинковым получил от предпринимателя Юрия Гангуры взятку. События происходили с октября 2021 года по апрель 2022. Размер взятки составил 1 750 000 рублей. Взамен чиновники должны были создать для предпринимателя благоприятные условия, а именно обеспечить его компанией острый сервис «Победу» на аукционе. Юрий Гангура хотел заключить муниципальный контракт по строительству очистных сооружений в селе Новоталице. Андрея Клюинкова и Юрия Гангуру по совместительству депутата Вичугской городской думы от партии «Единая Россия» задержали в августе прошлого года. Клюинкова от должности отстранили. Членство Юрия Гангура в партии приостановили до решения суда. Андрей Клюинков сейчас находится в СИЗО Гангура под домашним арестом. В пятницу в октябрьском суде рассмотрели вопрос о продлении меры пресечения в виде ареста и недавно задержанному Николаю Зайцеву. Органы предварительного следствия просили оставить ее без изменения. По мнению следователей, Николай Зайцев может оказать давление на свидетелей. Адвокаты попросили суд назначить подзащитному домашний арест. Жена обвиняемого рассказала, что они с мужем воспитывают двоих детей 7 и 13 лет. Зайцев был единственным кормильцем. Она занималась хозяйством. Кроме того, у Николая Зайцева есть проблемы со здоровьем, решить которые в СИЗО сложно. Гособвинитель также просила назначить чиновнику меру пресечения в виде домашнего ареста и ограничения определенных действий. В итоге суд согласился с прокурором. Под домашним арестом Николай Зайцев будет находиться до 31 июля включительно. Чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы. Как нам сообщили в пресс-службе Ивановского района, контракт на строительство очистных в Новоталисах был заключен и в данный момент они работают. От должности Николай Зайцев отстранен. Наталья Зимина теперь занимает его место в администрации Ивановского района. Марина Зейна, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». Продолжение следует...